Ребят, всем привет! Вы на канале Red Star Audio. Сегодня мы, короче, будем катать в Гранте виброизоляцию и потолок. Это будет очень жесткая вибро. Короче, загнал уже в бокс, в Epicenter Sound. Никита, привет! Короче, чтобы поставить этот САП, мы решили закатать потолок. Следующий обзор будет на канале про него и, в общем, как мы его поставим. Мы совсем немножко пиарим. Короче, ребят, кого что интересует, если что, пишите, какая акустика. Могу взять на обзор. Будет вибро. Сейчас покажу, какая. Он открыт в багаже. В общем, плита, короб. Вот вибро, экстрим. Это комфорт мат. Экстрим. Здесь экстрим и экстрим про есть. 4,6 миллиметров. В общем, здесь четыре с половиной листа. Такой вибро будет на крышу. То есть крыша вообще сейчас без какой-либо вибро. А скоро она будет вот такой. И еще пять листов и вместе с полочкой зашумим. Вот такая вот масса баса от СТП. Ну, в общем, погнали катать крышу. Сейчас приступим к разборке верхнего этого ковролина. Будем все снимать. Плафон, козырьки, ручки. И приступим раскатывать вибро. Для того, чтобы нам ее раскатать, нам нужен... Нужна горелка вот такая вот. Потому что вибро... Никита, достань вибро кусочек. Тяжелая фиг достань. Ну, короче, в общем... Ай, очень жесткая вибро. Вот тут вот мягенькую я клеил два года назад примерно. Сеешь! Конденсат течет, рука мокрая. Ну, то есть, зимой она, в принципе, твердая, но летом при тепле она вообще жидкая-жидкая. В общем, для того, чтобы нам снять вот эту обшивку, нужно все вот эти клипсы повыдергивать. Здесь их три. И сзади посередине две. И сзади еще три. Снять вот этот плафон. Козырьки снять. Три ручки. Вот этот вот под очки. Утиляр. И что, стойки тоже надо снимать? Вот эти стойки, ремни надо открутить. Для того, чтобы нам снять эти клипсы... Вот я одну снял уже. Нужна вот такая вот приблуда, чтобы они остались целые. А если снимать так, выламывать их, то придется купить новые. Там набор таких клипс на Гранту стоит 180-200 рублей примерно. Так что вот, знаете об этом. сейчас я доснимаю все клипсы и начну откручивать козырьки с плафоном. Ты придержи. Давай я другой откручу, а ты придержи. Эти сразу лучше заглушки вставлять. Я так делаю. Давай я держу. И все. Теперь будем снимать ремни, стойки. Полочку тоже заднюю снимем. Мы ее тоже будем катать. Нам хватит как раз материала. В колене он находится чисто для этого. Там еще есть? Нет. Мы вытаскиваем. Да, я отпусти. В колене он находится чисто для того, чтобы это... Держать. А ты стягиваешь застежки. Кто? Вы этот? Лафон? Лафон, да. Так. Как она тут расстегивается? Ни хрена, непонятно. Так, это есть. Все. Последние штрихи. За 7 лет накопилось у машины. К пыльюке. Там нет никакой вибры. Крыша пустая вообще. Нет, смотри. Нет, так. Ну вот, убирай. Давай я. Короче, сейчас чуть-чуть пропылесосим, чтобы сильно не крошилось салон. И будем доставать ее. Достали потолок. Чуть-почуть пропылесосили. Ну, он довольно грязный, уже желтый. Надо будет его потом снять, через время. Сейчас точно нет, холодно. Надо в лице помыть его. В общем, теперь осталось снять полочку. Это опять надо откручивать ремень снизу. Или мы ее просто... Мы ее просто спустим. Мы ее спустим и все. Тут эти тоже вот, видишь, крепление. На себя надо. Опа. А мы полочку эту сможем закатать? В общем, голая полка осталась. Потолок. Так, сейчас нарезается вибра по кусочкам, чтобы ее разогревать горелкой. Это четверка. Сейчас будем назад вкатывать. Укатывать ее сюда. То есть, вот металл. Вообще, это до. Потом вам покажу, после. Сравним. Ну, прям материал по жесткости. И то это вот четверка он. Но он очень жесткий. Шестерка еще мощнее. И все. Сейчас пойдет процесс с горелкой. И будем катать это на заднюю часть крыши. Вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем-то, по такой технологии сейчас закатаем остальные секции. Одна готова, осталось две. И, в принципе, вот сюда вот ушло меньше двух листов, да, Никит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько там осталось у тебя? Пол листа где-то еще? Или... День лист идет. Короче, лист ушел назад. Причем это даже внахлест было. Ну, то есть сюда уже напрашивает, сколько везет сам. Я говорю, крыша не стоит. Короче, сейчас продолжим то же самое делать. Дальше уже покажу вам готовый результат. Ну, в принципе, мы сейчас можем уже попробовать побить по крыше, постучать. Как это было? ДО и РОПОСЛЕ. Ну, прям уже чувствуется... Ну, конечно, чувствуется еще разница. Тем более сейчас на холод выехать, да, Никит? И вообще, я уже вот лист порезал шестерки. Шестерка гораздо жестче, она пойдет напередок. Короче, в общей сложности. Продолжаем начинать. Тут мы ничего снизу не закатывали. Полка. Хватило нам экстрима, чтобы вот так закатать. Катал Никита, оставлял вот здесь вот отверстие, чтобы хоть что-то проходило, если закрыты крышки. О, вымазывает машину. Закатан потолок полностью. Не умазывай эти машины. Ну, то есть вот эти вот промежутки, три штучки, они закатаны. По кайфу. Но она тут чуть-чуть прогинается. Она-то прогинается. Ну, то есть до... Тихо-тихо-тихо, не-не-не. Ну, то есть это вот просто серьезный бетон. Ну, две эти двери, получается, аурой были вот такой катаны. Они более мягче. Багажник тяжелый, держится на вот такой приблудине. Все, приступаем к сборке салона. Все, короче, салон с Никитой собрали. Ну, где-то полчаса, наверное, мучились, чтобы собрать. Не встало три клипсы. То есть две вообще не встали, и одна держится просто на соплях. То есть крышу она не держит. Все получилось поставить. Стойки передние не поставили, потому что они были с пищалками. Не родные. Поставлю родные потом. Чуть попозже в гараже их возьму и поставлю. Ну, то есть вот как бы нормально все встало. Где-то в каких-то местах шумка была там чуть ли не 10 миллиметров. Правильно? Где-то четверка, шестерка. Ну, что-то стало с трудом. К примеру, ручки. Ну, потолок опустился, ручки приходилось там прям давить, чтобы вкрутить их. Ну и, в принципе, сегодня на этом все. Следующий обзор смотрите на сабвуфер. 35.15. Следующий обзор будет на него. Уже поставим его сюда, надеюсь, сейчас. Но вы это увидите уже в следующем обзоре. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Никита, Маши, пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok